доброе утро ты выспалась в общем мы проснулись вроде как выспались но над нами кремит очень сильно и льет да туда у нас вода закончилась и мы решили набрать дождевую воду так что есть шанс что мы попьем сегодня чеку не выходя отсюда заправа в магазинах километров 15 нету через 15 километров мне на карте поставили отметку просто стоит отметка что есть алкогольный магазин я не знаю я не замерз в те моменты когда я вылезал из спальника у меня такое бывало я замерзал в общем с утра идет дождь довольно таки сильный мы никуда не поехали мы пока в палатке но так как у нас заканчивалась вода я расстелил дождевик и мы в итоге набрали сейчас сварим кофеек у нас еще здесь 400 миллилитров там литрик и там еще наверное литрик на сегодня у нас еда есть вода есть для пищи так что но по идее вот там вот вдалеке уже видны просветы ясное небо так как у нас палатка старенькая мы сверху еще разместили велочехол теперь у нас правда темновато но зато точно уж не промокнет вот а сейчас готовим кофе после этого возможно супчик потому что если когда дождь закончится надо будет чтоб немного мы просохли до мария в общем жизнь хороша и прекрасно мы не унываем во время езды вообще невозможно сейчас снимать видео по причине того что мой рюкзак создает такую парусность что я не могу просто управлять одной рукой потому что центр тяжести стал ниже не только ниже но у тебя палатка как бы немножко болтается а ну вполне возможно вот болтается палатка но ладно двумя руками когда кручу это нормально а вот мы приехали на паромную переплаву и здесь есть магазинчик сейчас пойдем узнаем возможно у него будет что-нибудь у них что-то вкусное потому что у них есть кафе кстати вон меню маш так а я ничего не пойму здесь все на шведском в общем основной целью приезда к этому месту именно вот к этой паромной станции было было вчера минуту буквально вот это чуть не видно а 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 Субтитры создавал DimaTorzok